Итак, добрый день всем. Я очень рада сегодня видеть вас всех на нашей встрече. И благодарю Дмитрия за возможность пообщаться с вами на такую животрепещущую тему, как создание, написание резюме и сопроводительного письма на английском языке. Знаю, что для многих из вас, возможно, это очень актуальная в данный момент тема, поиска работы и, может быть, даже подача в международные компании, в тех компаниях, где английский является основным языком общения. Может быть, кто-то из вас мечтает переехать на учебу или на стажировку в другую страну. Вот, это все очень понятно. Давайте знакомиться. Так, давайте знакомиться, у меня все зависло. Меня зовут Людмила Кузьминчук. В данный момент я живу и работаю в городе Варшава. За плечами у меня большой опыт и, скажем так, с точки зрения карьеры мой путь нельзя назвать таким плавным и прямым. В нем было много поворотов, которые до сих пор продолжаются. Поэтому я понимаю всю, скажем, систему работы, поиска работы, создание резюме, особенно если это связано с переездом в другую страну. И, в принципе, та информация, которую я хотела бы сегодня с вами поделиться, она основана на моем личном опыте и на тех источниках, которые, я считаю, достаточно компетентно эту информацию предоставляет онлайн. Я сразу же оговорюсь, что нет такого понятия, как идеальное резюме или идеальное сопроводительное письмо. Все очень субъективно, но можно создать резюме и письмо, которое работает, которое привлекает внимание в хорошем смысле этого слова и представить себя в первых, скажем, как профессионала. В данный момент я работаю в компании, которая занимается ведением цифровых проектов в сфере электронной коммерции. Мой путь в эту компанию был достаточно длинным. Как я уже говорила в начале нашего разговора, перед тем, как мы начали эту запись, я закончила Минский инвестический университет и сразу же начала работать после окончания в компании InkaFood, вы наверняка знаете ее. И потом перешла в компанию Nelva, производитель одежды, если вы знаете. В этой компании проработала 7 лет. И после 7-летнего опыта случилось так, что в моей жизни произошли перемены. Я выиграла стажировку и обучение в университете в Америке. И оставила работу, в принципе, успешную и переехала в Штаты учиться. На 2 года. Потом после 2 лет уехала на год учиться в Италию. В общем, у меня такой случился 3-летний перерыв в середине вообще моей карьеры. И по возвращении мне нужно было решать, что делать дальше. И так как-то логически случилось, что я попала в среду тех цифровых каких-то проектов и компаний и решила оставаться уже в этой области. Вот так, в принципе, это меня и привело туда, где я нахожусь сейчас. Итак, двигаясь дальше, возвращаемся к теме резюме. Давайте сначала определимся с понятиями, скажем так. Что такое резюме вообще? Резюме — это краткая выжимка вашего личного образовательного и профессионального опыта. Хорошее резюме всегда привлекает к себе внимание, вызывает интерес и производит впечатление на человека, который его читает. В данном случае, конечно, первый человек — это рекрутер или кадровик. Сопроводительное письмо, оно всегда поддерживает резюме, оно либо открывает путь к нему, либо подкрепляет его. И два этих документа, они не взаимозаменяемы, они взаимодополняющие и никогда не должны противоречить друг другу. Вообще, исходя из моего личного опыта, есть два способа работы с резюме. Первый способ — когда вы создаете, скажем, шаблон и потом адаптируете его под конкретную вакансию, либо если вы создаете новое резюме каждый раз, когда подаетесь на какую-то вакансию. В данном случае, вторая версия, второй вариант, он гораздо более трудоемкий, на него уходит много силы, поэтому первый вариант с шаблоном и потом его адаптацией, я считаю, что он более, скажем, эффективен. Что касается создания шаблона и рассылки этого шаблона по всем вакансиям, которые вам попадаются на глаза. Это не всегда работает, точнее, это практически никогда не работает. Если это работает, то в одном случае из 100 это скорее можно считать исключением. И также, если мы говорим о хороших компаниях, то здесь тоже шансы невероятно малы, что у вас появится возможность прийти на интервью, вас пригласят, если вы отправите в компанию шаблон, не адаптировав его и не, скажем, приложив усилия по изучению именно конкретной вакансии и требований к ней. Так, двигаемся дальше. Я не знаю, что у меня здесь происходит, но как-то оно очень странно меняется, слайды. Итак, прежде чем мы займемся конкретной адаптацией, созданием резюме, нам нужно провести подготовительную работу. Подготовительная работа, в чем она заключается? Она заключается, конечно же, в том, чтобы понять вообще, куда мы хотим идти, на какие должности мы хотим подаваться. И вот, допустим, мы уже определились для себя, что вот мы хотим идти в этом направлении, для нас интересны такие компании. Мы начинаем их изучать, мы начинаем сканировать рынок и смотреть, что эти компании предлагают, ищут ли они каких-то специалистов в данный момент, есть ли у них открытые вакансии или нет. Насколько требования в этих вакансиях соответствуют нашим навыкам и нашему опыту, и сможем ли мы этот опыт адаптировать под требования этих конкретных вакансий. Вообще, вот этот первый шаг по, скажем, такому первичному исследованию вакансий, а также компании, мне кажется, он абсолютно полезным с разных точек зрения. И основная, наверное, цель вот такого вот ресерча – это понимание, насколько культура компании, ценности, ее репутация, стиль компании, насколько он соответствует вообще вашим представлениям об этой роли. Также понять, какие ключевые слова, организмы используются в данной области, какие потенциально может компания предъявлять требования к формату резюме, его стилизации, а также каким образом проходит процесс интервью. И вот источниками такой информации для нас могут выступать абсолютно разные места, начиная от официального сайта компании, социальных медиа, пресс-релизов, каких-то новостных лент. Это могут быть также разговоры с бывшими сотрудниками компании, с нынешними сотрудниками компании. Это могут быть какие-то контакты внутри вашей сети контактов, то есть люди, которые знают людей, которые работают, или люди, которые работают в дальних компаниях, куда вы хотите попасть. Никогда не бойтесь спрашивать, задавать вопросы людям, которые работают в компаниях, где вы хотели бы работать, или куда хотели бы вы попасть. Благо сейчас есть LinkedIn, и я вам рекомендую, конечно, если вы молодые специалисты, только начинайте свой путь, создать профиль на этой платформе, потому что это позволит вам расширить свой круг знакомств. И даже, например, если вы планируете подаваться в конкретную компанию, вы напишите человеку, который в этой компании работает, вполне возможно, что он вам ответит. У меня в жизни было масса таких примеров, когда, например, я даже, знаете, не зная, как обстоит дело в данной конкретной индустрии, просто писала людям с просьбой, говоря про то, что вот я вижу, что вы работаете в этой компании, в этой индустрии, вы не могли бы мне уделить 5-10 минут своего времени? Меня очень интересует эта сфера, я бы хотела перейти туда работать, мне важно понять, какие входные точки. Обычно люди не отказывают. Я не знаю, конечно, в Беларуси, как это сейчас, как обстоит дело с этим, но я думаю, что, например, вот в среде технологических компаний все должно быть очень легко и просто в этом плане. То есть люди идут на контакт, идут на общение, они стараются делиться информацией и помогать друг другу. Вот. В общем, если вам на глаза попалась ваша идеальная вакансия или работа, куда бы вы хотели, или компания, куда бы вы хотели вообще попасть, то очень советую вам провести разведку боем, прежде чем садиться и писать резюме. Так, двигаемся дальше. Итак, начинаем разговор непосредственно о самом документе, о резюме, о его структуре, о том, как это выглядит. Значит, резюме на английском языке, его составление, в принципе, оно не сильно отличается от того, как это выглядит на русском. Я считаю, что сейчас наверняка, наверное, вот эти правила составления резюме, на русском, они сильно подверглись влиянию со стороны запада и того, как это все происходит в англоизначных странах и на международном уровне. Это, в принципе, хорошо. Значит, стандартная структура резюме, она включает в себя вот этих семь основных блоков. Некоторые из них опциональные, некоторые из них обязательны. в зависимости от того, насколько человек, насколько у него широкий опыт, он специалист уже с несколькими годами опыта, или он только начинает свою карьеру, наполняемость этих модулей может меняться. Они также могут менять свое положение в резюме. Видите, да, что здесь указана персональная информация, потом дальше это будет карьерная цель для тех, кто недавно закончил университет, или это может быть какое-то персональное резюме для более опытных профессионалов. Дальше идет модуль основных компетенций или экспертиз. Дальше может быть образование, дополнительные сертификаты и курсы, либо если у вас совершенно невероятный опыт или его много действительно, то можете сначала указать профессиональный опыт, а потом все, что касается вашего образования. Дальше может быть включен модуль «Другое», куда мы добавляем дополнительные, скажем, наши увлечения или волонтерство, или какие-то, например, достижения, которые могут оказаться полезными для той или иной роли. Я потом расскажу, что это может быть. И последний пункт — это дополнительные скиллы. Дополнительные инструменты и скиллы. Этот пункт включает в себя знание иностранных языков, знание технологий и дополнительных инструментов. Итак, форматирование, резюме и дизайн. При всем моем восторге от того, что мы живем в эпоху платформ, где графические элементы можно придумать самому и, в общем-то, залепить ими все резюме, я придерживаюсь достаточно консервативного взгляда и считаю, что резюме не должно быть похоже на рождественскую елку. Оно должно, во-первых, заявлять о вас, как о человеке, как о профессионале. Поэтому, если вы не подаетесь на вакансию в сфере дизайна, фотографии, креативного какого-то, я не знаю, визуального художника, то, наверное, стоит избегать использования таких крупных графических элементов и их огромного количества в своем резюме. Придерживайтесь стиля более строгого, более формального. Там, где информация, которую вы будете излагать в резюме, будет более читабельна. Структура резюме должна быть четкой, ясной, все должно быть очень структурировано, изложено, чтобы информацию можно было просканировать человеку в течение 5-6 секунд, и у него не возникло вопросов, а вообще, что здесь происходит и о чем вообще речь. Иначе ваше резюме просто сразу же отложат в сторону и к нему больше возвращаться не будут. Оптимальная длина резюме две страницы, если у вас большой опыт, если вы, например, на руководящей должности, если вы начинающий специалист, молодой специалист, если у вас небольшой опыт, даже если, в принципе, вы среднего звена специалиста, в принципе, всю эту информацию можно изложить и на одной странице. Я встречала в своей жизни резюме больше двух страниц, там было 3, даже 4 страницы только у студентов и у представителей академического мира, профессоров, инженеров, студентов, которые учились на докторантов, людей, у которых очень много научных трудов и у которых, например, может быть много очень патентов у тех же самых инженеров. Когда есть, что показать и есть, о чем рассказать, вот тогда допускается, скажем, длина резюме больше двух страниц. Если вы просто будете использовать сумасшедшего размера разбеги и пространство между модулями, это ни к чему хорошему не приведет, это просто смазывает общее, скажем, впечатление от того, как у вас информация изложена. Что касается шрифтов. Шрифты. Значит, я люблю больше такие округлые формы, без заточек, и тот шрифт, который я указала здесь, относится к группе Sans Serif, вот эта группа шрифтов, они более, они без заточек, они хорошо выглядят в электронных, на электронных носителях. Что касается использования Times New Roman, честно скажу, что это, конечно же, чистой воды винтаж, может быть, этот шрифт хорошо выглядит в печатном виде, но резюме, составленное с использованием Times New Roman, оно немножко такое, несет в себе ретро вайб, скажем так, да, вот, я бы, наверное, все-таки и рекомендовала его использовать в резюме. Что касается размера шрифта, то минимальный размер, наверное, 10,5, и шрифт, в принципе, не должен быть больше 12. Ну и, конечно же, не забываем про формат файла и его название. PDF-файл считается, наверное, самым оптимальным для сохранения документов, потому что он не искажается и читается хорошо на всех носителях, на всех девайсах, а что касается вот именно названия файла, то здесь нужно, конечно, лучше сохранять так название документа CV, ваше имя, ваша фамилия, ну и дальше формат. Так, двигаемся дальше. Вот пример резюме одного из моих приятелей, молодой специалист, он только в этом году заканчивает университет в Варшаве, здесь парень, кстати, тоже из Бреста, он обратился ко мне несколько месяцев назад с просьбой, чтобы я помогла ему немножко отполировать резюме, вот мы его так сделали, я буду к нему возвращаться по ходу нашей беседы, что хочу здесь сказать, нет определенного правила, в каком порядке, где, с какой стороны, какие модули размещать, тут скажем, все зависит от вашей фантазии, просто нужно всегда учитывать то, что это должно быть логично и видно для того, кто читает, в данном случае для рекрутера, то есть человека, который будет принимать решение о том, продолжать ли с вами беседу или не продолжать решение о том, первое модуль резюме, персональная информация или контактная информация, значит, что нужно знать насчет этого модуля, фотографии в этом модуле, она может быть, может ее не быть, кстати, если вы будете подаваться в компании международные или в какие-то компании, которые находятся за рубежом, великолепные нужно учитывать специфику данного рынка и данной страны, потому что не все страны принимают резюме с фотографиями, в некоторых странах это считается просто непринято так делать. Что касается фотографий, вот здесь очень хочется обратить внимание на качество, это должна быть профессиональная фотография, никаких селфи, никаких фотографий на паспорт, никаких вырезок из вечеринок, красивых фотографий свадьбы, друзей или вашей, с отдыха, никаких фотографий из садов, там, не знаю, дворов, в общем, мы должны показать себя наиболее профессионально, да, поэтому важно принимать этого внимание. Дальше вы указываете свое имя и фамилию, и в данном случае, учитывая особенности транслитерации с белорусского языка на английский, иногда белорусские имена и фамилии в паспортах у нас выглядят как японские, да, я бы вам рекомендовала в данном случае не обязательно указывать свои имя и фамилии по паспорту, вы можете написать ее, как вот вы считаете, что это будет читаться легче, но они должны совпадать с тем, как они написаны в вашем LinkedIn-профиле, потому что очень многие рекрутеры, они, конечно, проверяют эту информацию, сравнивают профили, сравнивают, вообще проверяют ваши социальные сети, об этом мы отдельно еще поговорим. Контактный номер телефона, здесь еще важно указать международный код, страна, город, ваш адрес электронной почты, здесь тоже важно понимать, что не стоит использовать странное название почтовых ящиков, типа набора цифр или имена супергероев, это просто выглядит, мягко говоря, странно и просто непрофессионально, да. Еще дополнительно можно указать ссылку на свой LinkedIn-профиль, либо, если у вас есть профессиональный, персональный блок или линк на вашу портофолию, тоже имеет смысл здесь это указать. Про портофолию. история из жизни, рассказанная знакомым рекрутером. Если вас просят предоставить портофолию, ссылку на свою портофолию, это значит ваша профессиональная портофолию работ, проектных, если вы дизайнер, если вы, например, бизнес-инвести, какие-то кейсы, которые вы разбирали, делали для клиентов, если это, конечно, можно показывать, но это ни в коем случае не означает ваша личная фотосъемка, когда-то вы там решили стать моделью, и вот у вас сохранилась еще эта портофолия. Это не это обозначает. Об этом важно очень помнить, иначе можно попасть в очень неприятную ситуацию. Вот. Секундочку. Еще раз показываю вам резюме моего знакомого. он решил указать персональные данные в левой части резюме. Фотография, имя, фамилия, я прошу прощения, имя, фамилия, дальше, где он находится, так как он искал работу именно в Варшаве, здесь он в страну не указывал, указывал свой контактный номер телефона, мобильный номер и адрес электронной почты, тоже, опять же, имя, фамилия и Gmail. Следующий модуль в резюме называется карьерные цели либо персональное резюме. И между этими, это как бы один модуль, да, но между ними есть разная смысловая нагрузка. Вот сейчас я хотела бы немножко подробнее остановиться на каждом из них. карьерные цели. Этот модуль подразумевает о том, содержание этого модуля должно фокусироваться на том, что вы, чего вы хотите достичь в той области, куда вы стремитесь попасть или в которую вы работаете. Обычно этот модуль хорош для молодых специалистов, которые только начинают свой путь. Он должен быть непосредственно связан с той должностью, на которую вы подаетесь. также может указывать, каким образом вы хотите развиваться карьерно, может быть, в этой компании, может быть, вообще в целом в этой индустрии. И должен быть максимально 4-5 предложений коротких. Что касается личной, личного резюме, этот вариант больше подходит для профессионалов с опытом работы, даже небольшим, потому что в этом, в этой части можно красиво рассказать о том, о ваших ключевых компетенциях, чего вы достигли на сегодняшний момент. И многие специалисты называют это, относят это к части такой минутной elevator pitch, это, скажем, разговор в лифте, когда вы представляете себя незнакомому лицу так, чтобы его это заинтересовало, да, вот если вот говорить таким банальным языком. Такая краткая выжимка самых классных ваших достижений. И в данном случае, если вы решите включить этот модуль в свое резюме, он абсолютно, он не обязателен, да, я очень рекомендую вам смотреть профили, описание профилей людей, которые работают в этой области, даже, может быть, в этой роли, в других странах, просто, чтобы понять, на что делаются акценты, на что люди делают фокус, конечно же, это все нужно адаптировать по требованию вашей вакансии, но можно написать очень красивое совершенно резюме, и вот благодаря этому зацепить внимание рекрутера. И я вот здесь представляю несколько вариантов. персонального резюме первый вариант. Не знаю, вот насколько мне интересно будет потом услышать от вас, насколько удобно слышать текст на русском языке, а читать на английском языке, но я решила, что раз уж мы проводим беседу с русскоговорящей аудиторией, то будет правильным объяснять все на русском языке, а примеры давать на английском. Вот первый вариант, например, да, я написала конкретно для человека, который только закончил университет, и он только начинает свою карьеру. Да, здесь еще не так много опыта, но здесь очень есть большое стремление развиваться в определенной области. И в данном случае, наверное, вот для этого человека эта часть могла бы называться карьерная цель, да. Две следующих это два разных варианта персонального резюме, один из них, второй, просто фокусируется на ваших ключевых компетенциях и на том, что вам нравится делать и как вы это делаете, а вот третий вариант, это для такого же хардкор, если особенно вы подаетесь на позицию, где важны KPIs, если это руководящая роль, где нужно показать конкретно вот чего вы добились за свою карьерную деятельность, какое из достижений было самым крупным, самым главным в вашей карьере, вот тогда, наверное, стоит использовать такой формат, где ваше достижение перемежается еще с конкретными цифрами. Не все могут это рассказать, и это абсолютно, скажем так, в этом ничего нет такого зазорного, да, даже такой вот второй вариант, который больше, скажем, в общем и целом описывает ваше устремление, он тоже работает. И вот так это выглядит на этом резюме, я сейчас немножко увеличу. Здесь он решил назвать это все-таки личным резюме, и так как у него уже есть опыт стажировок, он просто указал, что вот благодаря своей учебе, благодаря опыту он получил навыки в такой-то области и хочет развиваться в области цифрового проект-менеджера, да, в принципе работающий вариант. следующий модуль ключевые компетенции, он является обязательным, он может быть, может не быть, и если он есть, то его обычно представляют в виде блока с bullet points, которые непосредственно связаны с вашим опытом, а также связаны с требованиями конкретной вакансии, да, то есть, например, в этом варианте я пыталась показать вам варианты компетенции для человека, который подается на вакансию IT project-менеджера, обычно этот модуль состоит из hard skills и soft skills, hard skills это все, что связано с вашим знанием в плане продукта, в данном случае это ведение проекта, конкретные знания в сфере технологии, не знаю, методологии, все, что касается каких-то таких вот фундаментальных знаний. Soft skills это все, что касается взаимодействия отношения с людьми, работа в команде, например, это может быть такая достаточно избитая фраза, работа в режиме многозадачности, это тоже soft skills. Да, добавила сюда ссылку, если потом я выложу эту презентацию в формате в PDF, и можно будет потом пройтись по ссылкам по всему, получить более подробную информацию. И теперь мы приходим к самому интересному, к самой интересной части, эта часть касается вашего профессионального опыта, и она является одной из самых важных. Я бы сказала, что даже ключевой в резюме. Для начала давайте обратим внимание на этот круг с левой стороны. Это основные правила о том, как делать, размещать информацию в этом модуле. Значит, весь ваш опыт профессиональный, он размещается в обратном хронологическом порядке. Сначала вы указываете последние или текущие ваши позиции. Каким образом? Вы указываете даты, позиции, компания, город, если нужна страна. Даты указываются, не обязательно указывать конкретные даты вплоть до дня, нет, можно просто месяц и год. Что касается названия позиций, вот это очень интересный момент, потому что у нас название позиций, я имею в виду у нас в Беларуси, совершенно другое от того, что используется на Западе, и в данном случае, даже если вы подаетесь, например, в международную компанию, которая работает на территории страны, Беларуси или в России, например, то здесь, наверное, имеет смысл адаптировать название своей позиции в английском варианте. Еще такой момент, обязательно понимать, что менеджерская позиция в английском языке это не позиция начинающего специалиста, то есть там другая немножко градация. Важный момент в описании ваших обязанностей, достижений обязательно используйте глаголы действия. Вообще резюме по большому счету, когда его читают и берут в руки, оно должно создавать впечатление живого документа, движения, действия, того, что человек в своей жизни достаточно проактивен, он интересуется, он развивается, он не боится брать на себя ответственность, и это должно все прямо считываться с того, как эта информация о вашем опыте подается. Помимо использования глаголов действия, важно понимать, что если, например, у вас есть опыт и опыт, скажем, даже если это начинающий опыт, я потом покажу резюме вот этого товарища студента, чтобы вы поняли, о чем я говорю, потому что этот пример, который вы видите здесь, он больше, конечно же, уже на таких, для таких синерских позиций, для людей с опытом. То есть здесь важно показать не только ваши каждодневные обязанности, но также рассказать о том, что чего вы достигли, и лучше это делать в цифровом выражении, как вот, например, здесь указывается в процентах, насколько сократились цикл продаж, насколько увеличился приток денег, и сколько в итоге было сэкономлено. Не всегда у нас есть возможность и право разглашать эту информацию, потому что даже часто в компаниях подписываешь договор о неразглашении, но во всяком случае, даже если вы не можете показать конкретные цифры, важно показать, что вот вы что-то оптимизировали, что-то новое привнесли, поменяли систему, в этом случае это вот и в этом случае компания получила то, то и то. То есть должны показать свою пользу и ценность. Вот так эта часть выглядит на резюме нашего студента, студента X. Значит, парень достаточно активный, потому что он был и участвовал у него были стажировки, он ездил учиться в другой университет, в другую страну и в общем-то даже не занимая руководящих должностей, а просто помогая на стажировке, человек смог выделить те навыки, которыми ему удалось овладеть. И, кстати, очень часто, я заметила, общаясь с людьми, что мы очень часто не замечаем, что тот объем работы, который мы делаем, или то, что мы делали в течение той же самой стажировки, кажется, что, боже мой, что я там делал? Перекладывал бумажки с одной стороны на другую, или помогал составлять письма, или отправлял запросы в маркетинговое агентство, или помогал команде продуктов, искал информацию и делал, например, не знаю, анализ конкурентов, но все же, если вы выпишите все эти, все то, чем вы занимались на той же самой стажировке или на работе, вот прямо пошагово, вы увидите, что вы на самом деле делаете очень много, и что многое из того, что вы делаете каждый день, можно использовать в резюме в описании. Образование. Значит, обычно этот модуль, он может быть, он может располагаться либо в верхней части резюме, если, например, у вас очень крутой университет, как, например, если вот у очень многих моих коллег, тех, кто работает в консалтинге, они все почти отучились в классных школах в американских университетах или здесь в Европе. Здесь, конечно, важно привлечь этим внимание. Это может располагаться в верхней части. Этот модуль также может располагаться в верхней части, если, например, вы молодой специалист, и вы только начинаете свою карьерную деятельность, и там опыта как такового большого нет. Тогда можно тоже обратить внимание на образование. Что здесь можно указывать? Опять же, даты, начало, окончание, название университета, как называется ваша квалификация, в чем была специализация, какие у вас средний балл. Это в основном для молодых специалистов. Можно также здесь указывать дополнительные сертификаты, курсы, даже если эти курсы, например, вы брали онлайн через платформу EDX или Coursera, все это можно указывать здесь. Главное, чтобы вот эти курсы, это дополнительное образование, оно шло в копилку к той должности, на которую вы подаетесь. не стоит, например, если, например, вы подаетесь на должность аккаунт-менеджера, а у вас сертификаты, курсы, я не знаю, data mining, то, наверное, как-то они не совсем стыкуются. То есть всегда указывать информацию релевантно к той должности, на которую вы подаетесь. Так, вот здесь, например, стоп, прошу прощения, что-то у меня сегодня вообще Zoom у меня не очень любят, или точнее я еще просто его не раскусила. Вот здесь так указано образование, модуль, просто как пример вам приведу. Здесь указано просто университет, направление, какая степень, даже вот стажировку, менеджерская программа в Индии он указал здесь. Идем дальше. Дальше у нас модуль другое и дополнительные навыки. Что здесь может быть? Да, кстати, возвращаясь к теме образования, если у вас есть какое-то, не знаю, дополнительные какие-то проекты, которые вы делали в рамках учебы, даже которые не касаются стажировки, а именно то, что вы делали в группах, как, не знаю, ваша проектная работа за семестр, да, если тема этой работы каким-то образом относится к вашей вакансии, указывайте это, это будет большим плюсом, то есть, если, например, об этом вас спросят, вы точно сможете рассказать, что конкретно вы сделали, чего добились, и как, это очень хорошо, положительно, обычно, такие позитивные обычно впечатления о людей, которые, знаете, могут рассказать о том, что вот они что-то делали в этой теме, в которой, куда они вообще идут. Значит, возвращаясь к теме этого модуля, дополнительная информация и другое, что здесь может быть, что здесь может указываться, здесь в модуле другое, может указаться, значит, все, что касается волонтерства, ваши какие-то научные публикации, хотя они тоже могут быть, опять же, в модуле образования, и, как я сказала, тоже вот эти дополнительные проекты, в модуле другое тоже может указываться, например, если вы пробежали марафон или участвовали в триатлоне и выиграли, да, это тоже показывает с какой-то стороны, что у вас есть выдержка, что вы целеустремленный, то есть такие очень необычные какие-то достижения, которые можно вот прилепить и показать себя как человека целеустремленного, амбициозного и интересующегося жизнью. Так, что еще? Волонтерство. Волонтерство, что я хотела сказать на тему волонтерства. волонтерство для студентов молодых, специалистов, оно может быть и в модуле работы и профессионального образования, как дополнительная, например, не знаю, стажировка или дополнительная работа. Это абсолютно нормально включить эту информацию в этот блок вместо другого. Это будет просто показывать, что вы воспринимали свое волонтерство как очень серьезный проект, мы с ним работали. Дальше инструменты, дополнительные скиллы и навыки. То есть навыки. Что в этой области мы указываем? Мы указываем обязательно языки. И здесь важно обязательно указывайте знания русского языка, даже если вы подаетесь, не знаю, в другую страну или в иностранную компанию, или даже в компанию, которая работает в Беларуси, где требования к знанию английского языка. Высокий русский указываем и белорусский в любом случае, потому что вы никогда не знаете, попадая в международную компанию, кто на эту информацию посмотрит и кто обратит на это внимание. Может, как раз им нужен специалист с русским языком, правильно? Никогда не знаешь. И что касается инструментов и технологий, здесь указываются уже конкретные инструменты, которыми вы умеете пользоваться, относящиеся к той области, куда вы стремитесь или где вы работаете, если это та же область, куда вы переходите. Это могут быть какие-то, не знаю, CRM-платформы, дополнительные языки. Если вы программист, там, конечно, все по-другому. Для программистов немножко структура резюме, она будет меняться. Если среди вас есть программисты, то мы можем потом в Q&A сэшн это обсудить, как это будет немножко меняться. Не стоит в этой части, в этом модуле использовать графические элементы для обозначения, скажем, уровня знания языков или уровня владения платформами. Это не дает никакую ценную информацию для того, кто читает ваше резюме. И вообще непонятно, если палочка полностью залита краской, это означает, что вы знаете английский язык на очень высоком уровне или если она там, например, залита наполовинку, то это означает, что, например, вы знаете чуть-чуть. То есть используем конкретно слова для обозначения того, на каком уровне вы владеете этими инструментами и языками. вот здесь получается в этом резюме языки выделены в отдельный блок и тут указано на каком уровне имя владеется. Ну, а уже инструменты и дополнительные навыки они выделены в отдельный модуль и здесь просто перечислено, что какими инструментами этот человек владеет. Еще он отдельно выделил блок сертификатов и, скажем, наград. Если, например, вы участвовали в каком-то, не знаю, выиграли грант или у вас был челлендж университетский на уровне университета или, например, республиканского уровня или международного, обязательно указывайте эту информацию в своем резюме. Это просто добавляет вам баллов. Ну и давайте пробежимся по чек-листу. Значит, резюме должно легко читаться, иметь четкую структуру. Пожалуйста, проверяйте на типос, пропущенные буквы, грамматические ошибки. Это все производит плохое впечатление. Лучше скачайте себе Grammarly, чтобы проверить тул бесплатный, не содержит ненужных деталей, например. Никому не нужно знать ваш домашний адрес или дату рождения, если, конечно, у компании нет определенных требований к конкретному кандидату. информация о возрасте, информация о поле, я прошу прощения, не могу понять, как это правильно склонять по-русски, вот дожилась, это все несущественная информация, ее указывать не нужно. Использование ключевых слов. В данном случае вашим референциям, первым документом, к которому вы обращаетесь, это будет описание вакансии, также можно смотреть описание похожих вакансий у других компаний, для того, чтобы понять, какие же организмы используют компании в данной конкретной индустрии, и в случае чего заменять ключевые слова, использованные в определенном, в этом конкретном описании вакансии на синонимы. Дальше в вашем резюме есть достижения. Они измеримы и они выражены в цифровом варианте, если такое возможно. Ваш файл резюме правильный назван. То есть сначала ваше имя, фамилия и сохранен в файле PDF. И что самое важное, ваши социальные медиа, все аккаунты и профили, они чистые и дружелюбные. то есть сейчас в эру цифровой информации у нас абсолютно считается нормальным, если компания зайдет на страничку в соцсетях к своему будущему, к своему потенциальному кандидату и посмотрит, чем вообще этот человек живет. Некоторые компании, кстати, даже просят указать, дать ссылку на социальные медиа. Так, а теперь переходим к сопроводительному письму. Эта тема не для, скажем, эта тема, честно говоря, такая, очень сложная, потому что даже имея много лет опыта и много раз меняя работу, сопроводительное письмо это такое, это такая очень деликатная вещь, к которой нужно относиться очень серьезно. Если компания не просит предоставить сопроводительное письмо, если вы подаетесь через онлайн платформу и там просто просят резюме и вы не чувствуете себя в сил в себе сил составлять еще сопроводительное письмо, вы сомневаетесь, лучше тогда не делайте, потому что если делать, надо делать очень хорошо, чтобы это сопроводительное письмо послужило вам на пользу, а не наоборот вашу вакансию, вашу кандидатуру просто отмели и вы не попали в пул потенциальных кандидатов. то есть есть два варианта подготовки сопроводительного письма. Первый вариант, когда вы подаете его как дополнительный файл PDF или Word, большая часть наверное PDF, и тогда здесь мы придерживаемся строго структуры делового письма, вот в данном случае я решила вам показать, что оно может в себя включать, первая часть это заглавок, шапка так называемая, она включает в себя дату, потом здесь вы указываете свое полное имя, здесь вы указываете свой почтовый адрес, полный, с названием улицы, почтовым кодом, страной, городом, ваш контактный номер телефона с международным кодом или email. Дальше идет, это все опять же с левой стороны блок, идет имя, фамилия HR, название его позиции, полный адрес компании, где находится данный человек, город, zip, то есть почтовый код и страну. Как найти имя HR? В основном, если вакансия, например, размещается на LinkedIn, всегда видно, кто эту вакансию размещал. Обычно указывается информация о том, кто со стороны отдела кадров этой компании занимается конкретно этой позицией. То есть в этом случае у вас есть возможность данные каким-то образом получить. Если, например, вы видите объявление на платформах типа Headhunter или Monster или Indeed.com, где просто указывается вакансия с компанией, в данном случае тогда нужно будет просто провести опять же разведывательные работы. Если у вас, например, есть знакомые в этой компании, просто спросить, кто занимается данной вакансией, и в этом нет ничего абсолютно зазорного. Если нет, то опять же через тот же LinkedIn поискать имя, фамилию HR, и в данном случае вообще, конечно, если сопроводительное письмо высылается как отдельный документ в отдельном файле, оно должно быть адресовано лично конкретному человеку. Дальше вступительная строка это приветствие, открывающий первый параграф, то, что привлекает внимание, почему вы решили подаваться, на основании чего, что вас привлекает. Второй, третий параграф, их можно объединить, и они должны рассказывать о том, почему вы лучше, скажем, лучше всего подходит для этой роли, почему компания лучше всего подходит для вас. И дальше завершаем наше письмо просим о возможности продолжить беседу и официально подписываемся, то есть официально закрываем благодарим Kind Regards, например, и дальше следующей строкой ваше имя и фамилия. И вот здесь я вчера накропала небольшое письмо, зная, что сложно читать. Опять же, этот вариант он будет онлайн, то есть можно будет потом отдельно подойти и все, зайти и все посмотреть. Обычно сопроводительные письма требуются, вот, наверное, на моей практике в основном люди, которые пытаются попасть в консалтинг, в крупные международные аудитерские компании, там это считается нормой добавлять сопроводительное письмо к своему резюме при подаче и там, конечно, все должно быть очень выверено вплоть за запятой и имя, фамилия, скажем, человека, который занимается введением этой найма именно по этой вакансии, она тоже должна быть известна. Итак, дальше. Стоп, вот это вот, это уже моя ошибка, видимо, не удалила слайд. Еще есть вариант, когда вы отправляете и пишете компаниям через email. Здесь, конечно, формат менее консервативный и менее формальный и, опять же, в зависимости от того, в какую область вы подаетесь, здесь даже обращение и то, в каком стиле и то не написано письмо, оно очень сильно может меняться от того, пишете вы, например, в банк или вы подаетесь в какой-нибудь стартап или в рекламное агентство или в дизайн агентство, то есть все абсолютно зависит. И опять вот, возвращаясь к самому первому шагу, о котором мы говорили, эта первая разведка, которую вы делаете, как бы research на тему компании, о том, как она общается, что вообще, о чем они говорят, чем они живут, какие у них ценности, в каком тоне ведут они свои коммуникации, это очень сильно влияет на то, каким образом должно быть составлено сопроводительное письмо. То есть вы должны отражать стиль и ваш стиль общения должен подходить к стилю общения компании. По этому примеру, наверное, вы видите, что оно, во-первых, короче, оно конкретно straight to the point, там нету никаких определенных таких больших вводных, то есть человек должен проявить заинтересованность, что вот он хочет очень сильно поучаствовать в конкурсе и подает документы свои на позицию младшего аналитика в такой-то компании. За последние месяцы он изучил бизнес этой компании и его вдохновил, еще ему нравится как эта компания работает. И дальше он рассказывает о себе, что конкретно он может предложить в двух следующих параграфах и просит о возможности пообщаться дальше и продемонстрировать свои скиллы и свой опыт при личном общении во время интервью. И дальше вы подписываетесь так же, как в принципе в формальном письме. Единственное, что здесь нужно будет указывать еще свой номер мобильного телефона и контактный адрес электронной почты. В принципе это все. Давайте, наверное, приступим к Q&A сэшн, если есть какие-то вопросы и я буду рада услышать, конечно, обратную связь. Было ли это полезно, чего не хватало, что понятно, что непонятно. Задавайте. Да, здравствуйте. 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 Спасибо, было очень интересно. Я студентка первого курса, но, тем не менее, для меня как бы это актуальная тема, так как рано или поздно все равно придется начинать свой карьерный путь, да? Вот. И, конечно же, не хотелось бы останавливаться только на Республике Беларусь, но попробовать себя где-то еще. Вот. к тому же для многих стажировок также нужны мотивационные письма и резюме. Да. Да, вот, и поэтому это очень было актуально. Спасибо вам большое. Было все понятно. И, кстати, не было такого диссонанса, когда вы объясняете на русском и читаем на английском. Все было понятно. Отлично. Я очень рада это слышать. Я хочу вам сказать, вот, если мой совет будет уместен, начинайте, если вам хочется попасть на стажировку или вы хотите поучиться за рубежом, получить дополнительное образование, начинайте активничать уже сейчас. И не бойтесь обращаться к своим преподавателям, к декану за помощью, за теми же самыми рекомендательными письмами, если нужно будет, не бойтесь. И вообще в западном мире очень сильно поощряется, если, например, у студентов или молодых специалистов есть волонтерский опыт. В нашей стране это не так важно, но как сейчас вот даже показывают нынешнее время, на самом деле вот социальная активность, участие в социальных проектах, в проектах это очень важно. и многому можно научиться даже в плане организации чего-то, каких-то проектов. Можно, не знаю, даже улучшить свои навыки общения с другими людьми, убеждения. Это все работает на вас всегда. Спасибо большое. Я учту. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Спасибо. Еще что-нибудь понятно, непонятно. Может быть, на каком-то модуле вы бы хотели остановиться более подробно. Может быть, есть конкретно вопросы по формату резюме, который я показывала. Еще что-то. Не бойтесь задавать вопросы. Не бывает плохих вопросов или глупых. Можно задать вопрос? Да, конечно. Я уже во время изучения материалов подготовки к написанию резюме столкнулся с такой мыслью, что интересно, может быть, добавить в блок others какое-то интересное и необычное хобби, что во время интервью не обязательно то, которое связано непосредственно с вашей профессией, на первый взгляд, но которое вы потом можете объяснить, как связано. Например, турпоходы какие-нибудь или еще что-то. Что-то такое, что заставит человека, а HR все равно в любом случае человек, увидеть вашу человеческую сторону и просто заинтересоваться, потому что он, грубо говоря, просматривает 50 одинаковых резюме, а тут человек занимается какой-то необычной штукой, пусть она и не связана с работой. Можете ли вы это подтвердить или опровергнуть? Это точно хорошая идея, абсолютно, и да, возможно, понимаете, неправильно будет указывать стандартные хобби, чтение, путешествия, все остальное, как бы все это понятно, да, у человека есть эта часть жизни, и хорошо, что он развивается. Но если, например, как вы сказали, да, вы любите ходить в горы, или вы занимаетесь профессионально, не знаю, вы участвуете в триактлонах, как я вот говорила, да, если вы участвуете, если вы любите бегать, и вы пробежали свой первый марафонский бег или там определенную дистанцию преодолели в таком-то году, об этом стоит написать, потому что, во-первых, это говорит о вас как развитой личности, о том, что вы любите пробовать, и вы любите себя челленджить, вы любите ставить перед собой цели и их достигать, и это очень часто играет в плюс. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос. Ну вот, первый вопрос был от Юлии, она задавала в своем вопросе, она упомянула мотивационное письмо, и я бы хотела спросить о его структуре немножко. Это, наверное, как что-то между сопроводительным письмом и резюме, да? То есть, это не что-то настолько структурированное, как резюме, то есть по отдельным там по абзацам, по критериям, но и не настолько, возможно, там неформальное, как сопроводительное. Да. Вы абсолютно правы, это что-то между. Обычно мотивационное письмо, оно составляется с целью объяснить, для чего вы подаетесь на определенную программу, что вы собираетесь изучать и каким образом вы собираетесь использовать эти знания в реальной жизни по окончании учебы и возвращению, например, домой. Да? То есть, здесь уже больше, скажем, причинно-следственные связи и каким образом ваш, например, уже нынешний опыт профессиональный, он подкрепляет знания, которые необходимы для того, чтобы вы на эту стажировку попали. Это немножко другая тема, мотивационное письмо и вообще создание и, в принципе, подача документов на стажировки, но вы правы, да, это где-то между. жду. Хорошо, спасибо. Не за что. По структуре оно, в принципе, может быть такое же, как и сопроводительное, то есть, логика составления бизнес-письма, она остается одинаковая. Там просто вопрос в содержании и в акцентах, которые вы расставляете, да, то есть, возможно, начало письма будет такое, что я очень рад или заинтересован с подачей документов на такую-то программу в таком-то университете. Почему, да, я изучила много материалов, у меня вот есть такой опыт, я делала волонтерство, я делала проекты там-то, 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 там-то. Что это мне даст, для чего я хочу это делать и что потом я собираюсь сделать с этими знаниями по окончании, по окончании учебы. Вот это, например, это, наверное, вот самая такая вот, не знаю, то, что мне сейчас приходит в голову структура, которую можно применить, когда вы составляете мотивационное письмо. еще есть какие-то вопросы? Я после презентации добавлю еще несколько таких интересных ссылок сюда в конец презентации, чтобы вот о том можно было почитать вам про нетворкинг в LinkedIn, про то, как вообще нетворкингом заниматься и в LinkedIn, и вообще в реальной жизни, потому что это очень, как оказалось, очень важно, и у нас в Беларуси это пока только зарождается. Сейчас, пока вы учитесь, я вообще рекомендую вам, вот если вы создаете профили на LinkedIn, вы многие делаете проекты в группах, указывайте эти проекты обязательно в своем опыте, в проектах, в рабочем опыте, указывайте, не знаю, ставьте друг другу, рекомендуйте, потому что, когда вы работаете в группах, вы все равно отрабатываете какие-то софт-скиллы, да, работа в команде, сотрудничество, общение, обсуждение, убеждение, да, это все, опять же, дополнительные плюсики в вашу, скажем, дальнейшую карьерную деятельность. Просите рекомендательные письма у ваших преподавателей, не бойтесь подходить, и, например, если вы хорошо сделали работу и вы потрудились в течение семестра, ничего в этом нету зазорного, подойти к преподавателю, попросить, чтобы он вас порекомендовал или, например, написал вам рекомендательное письмо. Это то, что в дальнейшем может вам в какой-то момент очень помочь. ну вот вы говорили насчет проектов каких-то в команде, в группе. Да. Может ли быть это, например, ну вот, например, у нас на этом курсе мы делали маркетинговое исследование рынка, и мы в группе это все исследовали, и мы писали итоговую работу по анализу. вот это удачный пример? Это супер пример. Это вообще просто супер пример. Если вы подаетесь, например, если у вас есть желание дальше развиваться в сфере маркетинга, да, или аккаунт менеджмента, или цифровой маркетинг, продвижение, это точно можно считать как мини-проектом и мини-даж таким профессиональным опытом. Вопрос только в том, что вообще маркетинговые исследования в какой области вот конкретно ваш проект какой области был посвящен? Вы исследовали какую-то часть или вы проводили исследование по всему? Насколько он был общим? Потому что чем уже он был, тем в принципе сужается и скажем пол вакансии или компании или например направлений, но с другой стороны и внимания к вашей кандидатуре может быть больше, потому что людям всегда интересно когда к ним приходит кто-то свежий со свежими мозгами кто делал работу по этой теме и там копался и знает много интересных нюансов и готов расти и работать то есть однозначно добавляйте это как проект абсолютно хорошо спасибо пожалуйста если у вас у кого-то появятся какие-то дополнительные вопросы после абсолютно не бойтесь добавляйте меня на линкдин пишите чем могу подскажу помогу и буду рада помочь бывает такое что может быть кто-то здесь стесняется спросить или боится показаться глупым еще раз повторюсь что не бывает глупых вопросов бывают застенчивые люди и не бойтесь не бойтесь спрашивать и еще хотела вам сказать что многие из вас насколько я поняла тут очень много студентов и многие из вас находятся на разных годах учебы нет такого понятия как правильная или неправильная карьера и неправильный или неправильный карьерный путь всегда стоит слушать себя и давать себе время на то чтобы понять в каком направлении двигаться есть только ваш путь и в общем-то слушайте себя не бойтесь ничего пробуйте и все у вас получится если вопросов больше нет то я думаю что мы можем наш нашу сегодняшнюю встречу закончить и Продолжение следует...